Молодеет онкология, молодеет инсульт, инфаркт. Поэтому, я думаю, нужно, обязательно нужно каждый год проходить диспансеризацию. Нужно, потому что, когда я прошла, выявились какие-то такие моменты, которых я бы и не узнала, если бы не прошла диспансеризацию. Не до этого, так скажем. Нет времени. Потому что сама медика знает, что нужно. А диспансеризация, она ничего не дает. И так же подруги мои сказали. Узнать свое здоровье, это же важно. Мы полностью согласны с последним мнением. А за подтверждением идем, конечно же, к людям в белых халатах. Как известно, будущее медицине предупредительный прочил еще пирогов. Что же представляет из себя диспансеризация в ее современном виде? На первом этапе пациент направляется в профилактическое отделение, где проводится анкетирование, антропометрия. Дается направление на обследование в зависимости от возраста и от пола. Это занимает буквально 10-15 минут. На следующем этапе пациент направляется к терапевту, где определяется его группа здоровья. Если человек здоров, то на этом фактически диспансеризация для него закончена. Выявили факторы риска или болезнь, тогда уже пациент направляется на осмотр к узким специалистам. Неврологам, эндокринологам, кардиологам, гастроэнтерологам. И здесь уже картина индивидуальная. На ранней стадии диспансеризация выявляет 4 вида социально значимых заболеваний. Сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочный и сахарный диабет. Обследования расширены, вплоть до применения высокотехнологичных методов, таких как коронарография, таких как ОЗДГ, денситометрия, которые проводятся не в Щелковском районе, а уже в лечебных учреждениях города Москвы. Диспансеризация бывает и выездной, что очень удобно для работающего населения. Так, этим летом врачи осмотрели более 200 сотрудников щелковских предприятий. Процесс этот недлителен, и пользу его переоценить действительно сложно. Следует отметить, такая профилактика не будет стоить вам ни копейки. Процедура диспансеризации бесплатна, с собой нужно иметь лишь паспорт и полис. Диспансеризацию может пройти любой гражданин нашей страны с 21 года. В 2016 году возрастной ценз начинается с 1914 года рождения с шагом в 3 года. Соответственно, каждый человек может вычислить, подлежит ли он в этом году диспансеризации. Но если его год не попадает под проведение диспансеризации, он может пройти профилактические осмотры. Ближайшая диспансеризация в первой поликлинике пройдет 19 ноября. Так что, если в ваших планах только здоровое будущее, не оставайтесь в стороне, приходите. Наталья Медведева, Михаил Черепанов, телерадио компания «Щелково». Продолжение следует... Продолжение следует...